Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Теперь в эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня по-прежнему зовут Олег Дмитриев. Как всегда, по вторникам со мною Татьяна Гурова, первый заместитель главного редактора журнала «Эксперт». Таня, день добрый. Добрый день. Ну и в гостях у нас замечательный гость. В гостях, извините за тавтологию, сегодня Алексей Гисак. Один из основателей, да, Лёш? Абсолютно верно. Надо было подчеркнуть именно этот нюанс. Да, да, всё правильно. Один из основателей сети «Кафе Вокер». Добрый день, Алексей. Здравствуйте. Ну и говорить мы будем на тему, как же делаются деньги на... Как правильно сказать? На лапше. На лапше. На лапше. Конкретно говорим о лапше, потому что я знаю, у тебя помимо лапши там много других вкусных вещей. Ну, это Вокер мой основной проект, которым мы занимаемся уже более пяти лет. Но я много кто, много с какими вопросами приходит, и я в массе много кому помогаю. Потому что вот в последнее время обсуждается, что сейчас такой вот пищевой бум происходит. Серьёзно? В России, в Москве, где он? В Москве, вот этим летом. Ну, я не знаю, просто Олег, может, это мимо. Вот было огромное количество мероприятий, большое количество молодых, как я их называю, гастрономических, кулинарных энтузиастов. Все готовят, все участвуют в этих ярмарках. Ну, я с удовольствием теми знаниями и теми шишками, которые мы набили за все эти годы, в общем, делюсь. Мне не жалко. Ну, и надеешь, да, ты от наших скрустей ничего не скроешься. Как вам пообещал, все, что знаю, расскажу. Спасибо. Ну, что ж, друзья мои, вот на эту тему мы сегодня будем говорить, как делается бизнес на лапше. Лёша именно так это назвал. Я напомню, телефон студии, телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте вопросы, спрашивайте, ну, или сами делитесь. Видите, гастрономический бум, оказывается, из уст Алексея, да, из уст эксперта, это вполне убедительно звучит. Ну, давай начнем, тем не менее, с самого начала. Да, давайте. Откуда мысль, да, как вообще жизнь сложилась, что в конечном итоге вот ты сейчас этим бизнесом занимаешься? Ну, жизнь сложилась таким образом, что, по-моему, году где-то в 2005 мы катались по Европе. Это не секрет, мы там это увидели, там это попробовали, нам это очень понравилось. На тот момент я работал в рекламе, я был наемным сотрудником. Ну, какое-то количество времени вот этот переходный этап занял и... Извини, пожалуйста, наверное, стоит уточнить для Злюшки, как минимум, да, что речь-то о китайской лапше идет. Да, речь идет о китайской лапше в... Она, ну, китайская, она о лапше в коробочках, вот как ее привыкли видеть в кино. Сериал «Друзья» я сразу вспоминаю. Да, секс в большом городе, в общем, они все это, да, это такая вещь очень популярная, причем она действительно очень сильно развита в Европе, очень сильно развита в Америке, но как-то вот у нас ее не было, и мы решили, почему бы нет. Потому что, как я вот обратил внимание, мы занимались, собственно, рекламой и маркетингом, да, и понимание свободных рыночных ниш, оно у нас присутствовало, вот. Показалось, что идея хорошая, здравая, формат интересный, тренды намечаются, почему бы этим не заняться. Определенное количество денег было к этому моменту скоплено, потому что вот мы с одним из партнеров, который у меня есть в этом бизнесе, имели небольшое рекламное агентство, то есть что-то на чем-то заработали. Ну, и если говорить, как мы к этому пришли, вот таким эволюционным путем, то есть сначала, будучи наемным сотрудником, я ушел из рекламного агентства, мы сделали свое небольшое агентство, имели нескольких клиентов, вот, которых там вдвоем, втроем обслуживали, небольшой, ну, большой-небольшой какой-то капитал склотили, вот. Это же всегда возникает вопрос, чего дальше делать с этим капиталом? А если позволишь, я вот так эволюционную эту твою, да, прямую увидел. Сначала ты работаешь наемным работником, да, потом, видимо, ну, тоже вполне логично, да, эволюционируешь в том плане, что не хочется на кого-то работать, хочется со своей. Хочется на себя, абсолютно верно. Потом начинаешь задумываться, а чем? Ну, поскольку в рекламе работал, логично, что давай рекламное агентство откроем. А потом вот этот, собственно, да, момент. Самое интересное, да. Совершенно верно, да, что это возможность диверсификации, или реклама надоела до такой степени, что давай уже, или вот этот, извини, да, в Европе тренд ты увидел, говоришь, ребята, а вот же, давайте вот этим займемся, потому что ниша там не то, что свободная, она вообще пустая, она в пыли просто была, эта ниша, здесь я имею в виду. Да, Олег, но вы понимаете, тренд мы увидели как бы до возникновения тренда, потому что когда меня спрашивают физически вот эта вся история с паназиатской кухней, что это, вот она где-то, я так оценю, с 2010 года она вот пошла активно развиваться. Мы все-таки начали в 2008, то есть еще мы... Мы... Я сюда, если спросить, расскажу, потому что когда ты до появления тренда пытаешься двигать новые продукты, у тебя не очень много денег, это все сложно. Причем 2008 год еще прозвучал в эфире, мурашки по коже пошли. Ну вот у меня нет этих мурашек, это нормальный вопрос, но я считаю, что та категория, в которую мы играем, она, ну, как бы, кризис на это не должен сильно влиять. Вы понимаете, то, что из среднего сегмента уходит в нижний, из верхнего в средний, ну, высокий он остается, соответственно, я могу сейчас переврать какую-то статистику, но насколько я где-то читал, что в кризис все потеряли, а, по-моему, Макдональдс в полтора раза обороты свои увеличил. Вот, это... Нет, это вполне нормально. Это абсолютно, поэтому это не страшно. Это, кстати, опять на уровне человеческих эмоций, я сегодня к родственнице разговаривал по телефону, она говорит, ну вот, у меня тут стресс опять, у меня неприятности, что я делаю, естественно, в этот момент? Я сижу и жую. Вот вам, пожалуйста, реакция на стресс, да, у среднего потребителя, который заедает эту проблему, там, кризиса или еще как-то другого. Ну, если он, да, до кризиса, например, тратил в среднем, допустим, тысячу рублей, он стал тратить пятьсот, но все равно он пришел, тратит он, да. Вот. А можно про цифры немножко? Я тут за цифры отвечаю. Давайте. А сколько вы вложили в дело? Примерно. Ну, мы когда... На начальном этапе это было порядка миллионов девяти. А, ну то есть это довольно много. Ну, накопили, у нас все-таки там три партнера все сложились, вот, и, собственно, таким образом у кого-то позанимали, ну... И вы сделали одно кафе, правильно я понимаю? Мы начали... У нас история сложнее, то есть мы... Это всегда очень сложно, когда ты с новым форматом приходишь к людям и начинаешь их убеждать, что они должны тебя пустить. Да, потому что, ну, во-первых, мы еще и без опыта были на тот момент, благо нам ума хватило сразу взять людей из этого профильного бизнеса к себе, вот, потому что и так ошибок наделали, наделать бы еще больше. Вот, то есть у нас было два подписанных объекта, которые были на этапе строительства, и первым мы открыли третий объект, который вот самым последним, он и открылся в 2008 году, и потом открыли еще один объект, потом самый первый подписанный, он открылся, мне кажется, года через полтора, вот. Это который в Шереметьево, да? Да, это, вот видите, вы все знаете. Ну, не все знаю, но мы готовились так, на всех сниках, Леш. Да, потому что, но Шереметьево, я не устану повторять, это действительно, ну, такая путевка в жизнь, потому что как-то вот всеми правдами и неправдами мы умудрились там подписаться и залезть. Причем еще путевка в жизнь с точки зрения взаимоотношений, да, между будущими партнерами. Леш, спасибо, сейчас прервемся, у нас новости на Финам.ФМ, послушаем, продолжим. Итак, друзья мои, продолжим эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, со мною моя соведущая Татьяна Гурова, первый заместитель главного редактора журнала «Эксперт», и сегодня в студии наш гость Алексей Гисак, один из основателей сети-кафе «Вокер». Говорим мы о бизнесе на лапше, ну и все, что этому сопутствует. Сопутствующих вещей очень много, да, начиная от мотивации, непростого развития событий, сюжетов таких, да, захватывающих. Давай вернемся к теме, связанной с Шереметьево. То есть как это все развивалось, да, первая точка, я так понимаю, именно там планировалась, но она открывалась долго очень. Ну, планировалась, она, да, мы умудрились там подписаться, вот, действительно, этот объект дольше открывался, но он позволил, ну, чуть-чуть нам упростил жизнь с другими договоренностями, наверное, ну вот, как бы, в результате всего мы умудрились в уже действующий торговый центр встать в августе 2008 года, как сейчас помню, 6 августа, вот, и, собственно, открыли там первый Вокер. Причем, наверное, сразу скажу, мы, поскольку Вокер на тот момент был не самым понятным людям форматом, мы параллельно развивали и другой формат, он назывался субкультура, это такая супная концепция. Нам на этапе размышлений показалось достаточно логичным, что, в принципе, у нас суп всегда еле традиционно, и, соответственно... Утром, днем и вечером. Ну, да, как я говорю, вторая по употреблению, потому что Китая страна. Ну, Китая просто там больше, ну, что поделаешься. Да, 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 вот. А так мы были на первом месте, наверное. А так наверняка. Вот, и мы сделали этот простой, понятный формат, опять же, с гипотезой, что, ну, за супчиком придут. Посмотрят. Да, да, да. И это же, я просто чуть-чуть перескакиваю, это же, потому что на этапе размышлений мы думали, как, что развивать, то есть сначала у нас был этап размышлений, который мы с вами перескочили, почему именно еда? Совершенно нет, почему именно даже лапша китайская? Ну, лапша, потому что мы это подсмотрели, давайте я честно скажу, потому что мы это увидели, нам это понравилось. Но, соответственно, когда мы еще с моим партнером Даниилом в самом начале думали, а куда бы вот нам эти деньги заработанные на рекламе запустить, ну, а давай бар открою, а давай, а давай это, пошли, ходили с мудрыми людьми, советовались, все нам сказали, на свое последнее никогда в жизни ничего не делайте. То есть не то, чтобы бар не открывать, а в принципе ничего не делали. Вот, но у нас потом сразу щелкнуло в голове, еще до того, чтобы в это вписаться, что, наверное, логично сразу строить какую-то сетевую историю, потому что у нее есть продолжение, то есть мы так чуть-чуть вперед посмотрели, и, в общем-то, в эту историю вписались. А на этапе создания стратегии входа было логично, то есть, ну, если мы рекламщики, то за эти годы мы наработали навык, как без денег научиться себя продвигать, потому что с деньгами каждый может, а ты без денег попробуй. Вот, и идея была в том, что если ты встаешь на фудкорте, ну, на фудкорте происходит постоянно ротация людей, они ходят от концепции к концепции по кругу, они ни в одном месте не едят все время. Ну, соответственно, неким образом они до нас дойдут, нас попробуют, и если вот трайл, это первичное потребление окажется, то есть мы сделаем все хорошо, то дальше они начнут нам ходить, и, соответственно, такое продвижение нам будет стоить 0 рублей, 0 копеек. Собственно, путь, разумеется, эволюционный, потому что, ну, они должны прийти, прикормиться, но это произошло, собственно, денег мы не тратили, поэтому фудкорты показались логичной историей. А что значит прикормиться? Вы же стоите в торговых центрах, там разве не меняется постоянно поток посетителей? Не меняется, потому что 5 дней в неделю по будням туда ходят одни и те же люди, которые либо там работают, либо рядом работают. Там другие люди ходят вечерами, а не по выходным дням другие, которые живут по соседству, либо туда специально приезжают. А именно 5 дней в неделю это много. И для того, чтобы обеспечивать бесперебойность, ну, нам это было понятно, то, соответственно... Вы основной оборот делаете, тем не менее, вечером и выходные, или будние? Сейчас модель работает равномерно, более-менее равномерно. То есть, если мы говорим про будние дни, то есть, есть естественные пики уже среди недели, то есть, понедельник меньше, пятница больше, суббота аншлаг, всё логично. В рамках распределения по дню существует два пика. Есть обеденный пик, который где-то начинается с 12, и часа в 3, в 4 заканчивается, ну, и после семи. Их два, и они эквивалентны. А сколько людей в день ходит? Клиентов на точку? По всем точкам? В среднем. Точки разные. Я могу, зная выручки, сейчас вам перевести это всё в какую-то одну конкретную точку. Ну, в среднем. В среднем, да, да. Ну, в среднем... Сейчас попробую. Ну, наверное, там 300... Может 300 человек приходить, может 400 человек приходить. Это я сейчас средний чек на выручку. Да, 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 я как раз тоже посчитала до того, как вам поехать. Вы правильно посчитали. Ну, я в уме быстро это считаю. 333 человека. Вот. А это много или мало? Это нормально. Но это... А с чем вы сопоставляете? Я обычно сопоставляю с результатами от других концепций, которые работают на фудкортах. Мы же всё знаем. И мы понимаем... От твоих же концепций, да? Нет. Нет. Но эта информация не самая секретная. То есть понять, кто сколько зарабатывает, не очень сложно. Причём я могу даже никого не спрашивать. Понять просто... Прийти вечером. Посидеть, да? Посидеть, да, посмотреть на номер чека. Извините, вот. Ну, как бы... Нормально. Это никакого секрета нет, поэтому я не боюсь его рассказывать. И точно так же прикинуть средний чек, умножить, понять, с какой оборот. И ничего сложного в этом нет. Мы живём неплохо, и мы работаем лучше среднестатистической точки на фудкорте. Просто я почему спрашивала, как раз о тайных бизнесах, мне показалось, что мало, ну, учитывая, что это торговый центр, где огромный поток посетителей. Ну, как бы 300 человек, кажется, что это очень немного. Ну, опять же, мы можем с вами... Опять же, всё зависит от физически торгового центра. Мы можем прям обсуждать какой-то конкретный. Возьмём европейский. Вот европейский просто мы там только открылись, там уже неплохие результаты, я просто думаю, что там будет всё ещё больше. Вот. Мы знаем результаты по метрополису, в котором мы очень давно работаем. Да, да, вот как метрополис. Ну, человек под 4, 400 там обслуживается. При том, что давайте, Татьяна, там очень маленькая точка сама по себе, там очень маленький прилавок, и то есть относительно вот этого прилавка это очень эффективная работа. И я думаю, относительно соседей, ну, там хвастаться нехорошо. Ну, надо. Ну, стоит. Ну, неплохо мы себя там чувствуем в среднестатистической системе. И я думаю, что мы говорим про 200, например, человек где-то у ближайших соседей, не будем называть имён. Вот. Перед том, что абсолютно есть цифры пиковые, которые вот, цифры этого лета по парку Горького умудрялись, да, 2,5 тысячи людей обслуживать. Вот это очень много. В парке Горького это какие-то локальные мероприятия проходили? Нет, в парке Горького у нас есть Кочки. Вокер, да, который открылся там в 11-м году, осенью. Вот. Мы одни из таких вот самых старожилов. Старожилов. Пионеры нового парка Горького, да? Ну, как-то да. Так это всё совпало, и, в общем, мы там действительно давно работаем. Вот. Прям пик-пик этого лета. Вот все цифры, то есть, мне кажется, вдвое в этом году увеличились цифры по парку Горького. Ну, опять, если вспоминать, да? Ну, и все, если вспоминать 12-й год, то вот в 13-м сейчас было лето. Очень много народу. Здорово. Хорошо. Осталось не так много времени у нас до следующего перерыва, и тем не менее, всё же, если можно, два слова озвучь, пожалуйста, вот выбор этой самой китайской лапши, когда ты предполагаешь, ну, на этом уже, насмотрелся там голливудских фильмов, да, сериалов, в Европу покатался, но Россия это Россия, и китайская лапша приживётся, не приживётся, кто её будет здесь есть, да, и здесь альтернативы. Кстати, на тот момент здесь, да, пирожками баловали, блинами баловали. Да даже вот эта история с лапшой, она, в принципе, была. Были концепции. А, даже так. В начале 2000-х, видите, но прошло незаметно. Ну, я, было бы нечестно говорить, что я совсем первооткрыватель этой истории, потому что были определённые концепции в начале 2000-х, которые всё это делали, сам у них активно питался, но это чуть-чуть модифицированная вот история уже из Европы, и вопрос был в том, как я был уверен, что это пойдёт. Конечно, конечно. Но это, если всё делать хорошо, то есть... Лёш, закончишь чуть позже, сейчас прервёмся у нас рубрика. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Тема сегодняшней программы «Бизнес на лапше». Мы обсуждаем его с нашим сегодняшним гостем Алексей Гисак в студии «Бизнес-класса», один из основателей сети «Кафе Вокер». Со мною. Ещё раз напомню, моя соведущая Татьяна Гурова, первый заместитель главного редактора журнала «Эксперт». Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы-495, сайт компании «Финам.ФМ». Лёш, ну, прости, я тебя прервал на середине фразы. Собственно, мы говорили, да, о том, как выбор пал в сторону китайской лапши, поскольку всё-таки тема-то не совсем российская, наверное. Ну, тема... Ну, мне кажется, что... это всё глобально попадает в термин «уличная еда», «стрит-фуд», и это, в принципе, не может быть российской или нероссийской темой. Это история любого мегаполиса, где жизнь быстрая, где зачастую это должно быть. И то, что мы старались двигать, и почему нам это понравилось, что это не похоже на какую-то полуфабрикатную историю, что это свежая еда, она вкусная, мы точно так же это быстро всё ели в Европе, там, 7 евро. Это, по-моему, стоило в 2005 году. Как-то мне запало. И поэтому нам показалось, что ниш свободно такого не хватает, что тенденции... А на тот момент мы уже видели, что ещё происходит в «стрит-фуде» в Европе. Нам показалось, ну, чуть-чуть позже у нас всё возникает, но должно возникнуть обязательно. То есть требовательность у людей повышается, времени не прибавляется, а выбирать хочется. Поэтому, ну, это... То есть, глядя на Европу, да, порой можно проследить, да? Ну, я считаю, что да. Я считаю, что можно ездить, можно смотреть, и нужно ездить, нужно смотреть, и как раз нужно это делать именно там. Потому что... Сейчас вот чуть-чуть в сторону. Я просто очень люблю Азию, и это ещё один из мотивов, почему я этим занимаюсь, потому что в Азии я провожу... Ну, я люблю... Вьетнам, Таиланд, Китай. Вот. И когда... Ты отдыхать туда едешь? Я езжу туда... Сопутствующий бизнес какой-то? Нет. Пока нет. Ни куклы не делаю, ничего не шью. Вот. Я езжу... Я, в принципе, люблю путешествовать. То есть, мне там... Я езжу туда отдыхать, езжу, например, что-то посмотреть. Вот. Спрашивают, привёз ли ты что-то интересное оттуда. Да, новый рецепт. Магнитик, магнитик. Ну, кроме магнитика, рецепты. Я как раз всем и говорю, что, ребят, технологии, ну, как бы, подсматривать и тырить из Китая, это не вариант, потому что это СЭС не пройдёт, и это не жизнеспособно. Понимаете? Как там готовят на улице. То есть, если вы хотите что-то взять и посмотреть, езжайте в Европу, где те же самые выходцы из Азии уже всё сделали, адаптировали, и это уже жизнеспособно, и это уже может быть наложено на российскую действительность. То есть, туда надо ездить и смотреть даже азиатские адаптации формата. Вот. Понятно. Понятно. Ну, просто надо закончить эту тему. Вы говорили, что она свежеприготовленная, что это китайцы придумали. То есть, это лапша, вы её где-то приобретаете, а потом вы её обжариваете. Это технология, да. ВОК – это сковорода. Если я не ошибаюсь, ей 4 тысячи лет. Она возникла у китайцев. И это выпуклая сковорода, которая очень похожа по форме на казан. Такая форма получилась исторически. Сейчас тоже интересный факт, потому что, по-моему, они это на соломе готовили. То есть, нужно, чтобы... То есть, большой быстрый жар, соответственно, вся поверхность, она нагревается, и, соответственно, возникает вот эта быстрая обработка. Собственно, вся суть вот этой готовки, она и позволяет блюда, в принципе, готовить за минуту. То есть, это быстрая технология, быстрое обслуживание. Я почему не люблю, например, термин «быстрая еда», потому что быстрая еда – это что-то плохое. На ходу, да, что-то такое. А это быстрый... Ну, это вот исторический. Быстрая технология, и просто надо быстро обслужить. А еда при этом получается свежей. Ну, не мы придумали, придумали китайцы, вот, каким-то таким образом. А два вопроса. Во-первых, вы вначале сказали, что сообразили вовремя, что надо брать людей из бизнеса, чтобы не совершать ошибки. Какие ошибки можно совершить? Ой, ошибок можно совершить... Давайте не все, не миллион. Не миллион. И помедленнее, пожалуйста, я записываю. Да. Ну, очевидно, что лишние деньги были потрачены, да, и даже то, что было потрачено в начальном этапе, можно было сэкономить. Вот, но это и есть та стоимость опыта, которую мы имеем. Можно, не имея возможности отконтролировать все процессы, вы можете выручать достаточное количество денег, но не сможете зарабатывать, потому что все разойдется в разные стороны. К сожалению, опять же, не устану это повторять, общепит достаточно... Вот в термине общепит это бизнес достаточно махровый, да, и люди там изначально такие вот old school, и, соответственно, повадки у них тоже, да, знаете, вот все немножко налево отнести, немножко направо. Просто если вы не знаете, какие точки контролировать, вы останетесь ни с чем. И что надо контролировать? Ну, списание, порчу, как контролировать выручки, какие способы существуют, чтобы люди что-то делали мимо кассы, ну, это некое знание, да, которое позволяет, которое защищает меня. Это тайное знание, знаешь. Да, но оно не настолько тайное, но это знание приобретается только с опытом, либо с чужим опытом. Вот. Именно это, ну, многие эти вещи, они бы погубили нас в первые годы, может быть, вот окончательно. Губили бы, но они этого не сделали. Почему? Ну, они не сделали, потому что и мы опыт приобретали, и с нами вот есть одна... Бизнесмен, да? Девушка, которая с нами работает с самого начала, она была в ресторанном бизнесе, но она не была в сетевом бизнесе, но все ключевые вещи мы знали на этапе сознания. Я всегда всем говорю, кто ко мне приходит, если вы ничего не понимаете в какой-то области, как минимум найдите человека из этой области и постарайтесь с ним запартнериться, потому что... То есть самостоятельно двигаться в эту сторону? Ну, абсолютно. Это очень высокая цена ошибки. Я просто вот говорю, и так потратили, а так бы просто даже не всплыли бы, наверное. Ну, то есть это первая ошибка, или наоборот, не ошибка, надо контролировать, а вторая. Это большое количество точек, которые надо контролировать. Вот. Это первая ошибка. Это номер один, да. С точки зрения... Сейчас подумаю. То есть нужно найти какие-то ключевые ошибки. Но вот второй момент, который я вынес, в принципе, я могу сказать ошибки из своего опыта. Я больше не вхожу в строящиеся объекты, потому что все, что я научился в самом начале, поговорит, что ни одна стройка не заканчивается вовремя. Значит, это замороженные деньги. У нас достаточно большое количество денег получилось заморожено. Это опять о Шереметьево мы вспоминаем, да? Ну, был еще один объект, да, и просто я зарекся на тот момент. И всем, кому нужно, повторю, если вы открываете двадцатый объект, на здоровье вкладываете, если вы на этот объект рассчитываете, то есть вам расходы по нему вы не можете раскидать между точками, то у вас будут проблемы. Ничего никогда не происходит вовремя. Это второй момент. Третий момент, который я с большим вот с временем научился, мне все время казалось, что ну, людей можно сейчас, как бы это правильнее сказать, хорошие люди стоят дорого. И берите сразу хороших людей за дорого, потому что... Подожди, хорошие люди это не специальность. Ты сейчас о профессионализме говоришь? Я, честно говоря, эту фразу все время своим сотрудникам повторяю, что хороший человек, хороший человек, я просто, ну, как синоним, в данном случае исключительно профессиональный. Профессиональный. Мне, да, никто не сват, не брат, и мне... То есть, я оцениваю человека всегда по тому, как он делает свою работу. То есть, я могу к нему хорошо относиться, и меня иногда бывает, у меня никому нет ничего личного. Только, вот, делайте свою работу хорошо, и все будет замечательно у нас с вами. Да, то, что люди, которые на топовых должностях, выполняющие определенные важные вещи, они, да, ну... мы питали в самом начале иллюзию, что, ну, сейчас кого-то где-то найдем, там, этого вытащим по знакомству, этого дотянем, этого доучим. Просто большое количество усилий было вот так спущено в пустоту, просто когда, там, пятый, десятый раз к одни и те же разговоры, у тебя понимают, то есть чуть-чуть не произойдет, просто это надо все переломить в себе и это осознать. Еще один важный момент, который мы в свое время переломили в себе, и это было очень болезненно. Нужно научиться не только открывать объекты, но и закрывать их. Так. Это, это очень больно. При том, что я вот Татьяне рассказывал до начала нашего, что я, в общем, все эти вещи, про которые я рассказываю, я на уровне книжек по менеджменту знал, но когда ты переживаешь и пропускаешь через себя эту вещь, ты совершенно по-другому вот это все воспринимаешь, потому что это ребенок, это тебе нужно, а давайте еще, а давайте еще потянем, а вот давайте еще дополнительные силы. Вот люди работают с утра до вечера, а КПД очень низкий, и вот надо сказать, все, стоп, нельзя, это уже не вернется, это надо просто остановить, просто у нас как-то получилось, что... Смотри, ты продолжаешь тянуть, да, хотя где-то умом, что называется. Умом понимаешь, что чудо уже не произойдет, и продолжаешь тянуть, почему? Жалко вложенных усилий, жалко вложенных денег, всего жалко. с которыми доработки придется уволить. Все жалко. Даже если людей можно перекинуть на другие объекты, то тебе жалко, что сюда уже вложено, а потом уже кроме денег вложены силы, а силы еще, ой, как жалко. Ну то есть жалко, это не термин бизнесмена? Мне кажется, нет. Мне кажется, надо уже включать холодный расчет и просто садишься, считаешь экономику. Да, да, нет, нет. Но опять же, методом проб и ошибок мы пришли к внутреннему нормированию, то есть мы знаем, сколько каждая величина должна быть, сколько должен быть зарплатный фонд, сколько должна быть доля аренды. Ну, то есть действительно мы знаем все для того, чтобы экономика вот этого места была хорошая. Если будет аренда больше, мы оцениваем обороты, которые может быть. Ну, если аренда больше, ну, не пойдем мы туда. То есть это все... Нет, можно зарплатный фонд сократить, например. Нельзя, потому что тоже это к вопросу здоровой-нездоровой оптимизации. Есть необходимый минимум, он у нас в... То есть не минимум, есть нормальное состояние. Люди не могут 7 дней в неделю работать по 24 часа, потому что в противном случае они тебе потом руки отрубают, понимаете? Они должны нормально отдыхать, и вот это нормально, то есть имеет определенную величину. Я против того, чтобы там... Кстати, вот эта нормальная величина, она в книжках по менеджменту была тобой найдена? Нет, опытным путем, а потом с разных сторон проверив эту цифру, мы поняли, что она наш оптимум. Я, честно, не знаю, какова эта величина в книжках по менеджменту. Я понял. И, кстати, вот с этой точки зрения, у вас, на ваш взгляд, эта величина вот такая, а на взгляд вашего коллеги через дорогу она может быть иной? Ну, в массе я вижу, что... Ну, во-первых, может быть, но вы еще не забывайте, Олег, что это зависит от того, что вы именно готовите. Для чего-то вам достаточно двух человек, потому что вы берете это там, ну, допустим, ставите в микроволновку, все, один вьючеки, второй ставит в микроволновке, к примеру, да? У нас есть определенный техпроцесс, для нормального обслуживания этого техпроцесса в таких объемах должна быть такая величина. То есть, взять с СССР, вот здесь стоит пять человек, они бездельники, а тут стоит два, значит, все здорово оптимизировано. Ну, продукт разный, поэтому необходимый минимум, он тоже разный. Вот. Линейно сравнить нельзя, но я могу увидеть, вот, в свете своего опыта сейчас, что вот здесь есть лишние люди, вот здесь нет лишних людей. То есть, видно, когда люди, бывает такое вот, мешаются они друг другу. Вы смотрите... То есть, смотри, это вот в твоих кафе? Нет, это я сейчас уже просто, вот если вы приведете меня на фудкорт, или в какое-то кафе, ну, в кафе сложнее, потому что вы же, ну, на кухню вас не пускают, да, вы можете видеть только зал. А если вы видите на фудкорте, вы видите почти всех, то есть, кто-то там есть за стенкой, и вы можете понять, они лишние или нет. Смог бы, смогли бы два человека сделать то, что там сейчас делают четыре. Ну, это профессионализм уже. Ну, да, все-таки, когда ты пять лет этим занимаешься, ты... Я же опытным путем, вот там же есть эта история, если 10 тысяч часов на что угодно потратить, да, то вы... Становишься в этом... Да, это больше, по-моему, к творчеству относилось, которая тоже работа, но... Работа тоже творчество. Работа... Да. Леш, спасибо, еще раз новости, потом продолжим. Ну, что ж, друзья мои, последняя часть эфира, к сожалению, у нас осталась, всего лишь 10 минуточек. Напомню, мы говорим сегодня о бизнесе на лапше. У нас в гостях Алексей Гисак, основатель... Пардон, один из основателей. Да. Сети кафе Вокер. Со мной в студию Татьяна Гурова, первый заместитель главного редактора журнала «Эксперт». Ну, и мы продолжаем наш эфир. Телефон в студии 651099, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Леш, ну, учитывая, время не так много осталось, а вопросов к тебе еще очень и очень много, давай поговорим о неких этапах развития уже, да, мы все о начале, о начале, о мотивации, о сложностях, о вопросах. Ну, я так понимаю, что все-таки вот эти годы прошли недаром, да, чувствуете себя... Я надеюсь. Слава Богу, ну, в любом случае, слава Богу, чувствуете себя неплохо, уже как-то развиваетесь, вот хотелось бы понять, как сейчас выглядит твой бизнес. И, естественно, вы говорите о перспективах, потому что, я думаю, на этом тоже ограничиться, наверняка не будешь. Нет, не буду. Сейчас, ну, сейчас действительно чувствуем себя достаточно хорошо. На настоящий момент 9 точек, кафе, объектов. Но не всем в торговых центрах? Нет. И, на самом деле, это был тоже достаточно важный этап развития, который... За торговый центр выйти, да? Да, потому что... Тут так коротко не получится. Давай, давай. Потому что в кризис, вот как мы начали с вами разговаривать, понятно, что мы должны жить. Но случилась проблема, которая достаточно логична была. Произошел отток из торговых центров, по-моему, процентов на 30 упала посещаемость по цифрам. И это, конечно же, сказалось на нас с точки зрения выручек. И в тот момент, уже в начале 9-го года, то есть это не было такое вот magic, волшебство. То есть это не... И мы стали думать, что и как делать. И много чего пробовали. Потом у нас в 11-м году... Подожди. Извини, пожалуйста. Я через несколько лет перепрыгнул. Нет, перепрыгнул, а потом, если логично. Я так понимаю, проблема посткризисная связана с тем, что действительно отток покупателей из торговых центров у вас, соответственно, падает клиентура, количество посетителей, ну и как... И вы решили за ними, да, я так понимаю. Вы говорите, нам надо из торгового центра где-то искать наших клиентов. Да, поэтому мы попробовали вот с нашим кафе субкультуры, мы работали даже на Курском вокзале у нас была точка. Да. Собственно, сейчас могу чуть-чуть переворачить даты. То ли она в 9-м конца открылась, то ли в начале 10-го, по-моему, в 9-м. Вот. Мы пробовали. Оно даже сначала шло хорошо, потом там случилась некая проблема. Это перенасыщение вот этого минус первого этажа общепитом. И в какой-то момент... аренда там действительно была очень высокая. И в какой-то момент это к разговору про необходимость закрытия. Мы туда очень много сил вкладывали и в какой-то момент поняли, что это в воде тает. В воде не тает, тонет. Вот. И, собственно, было принято решение о закрытии. Потом, сейчас я вспомню, что еще было кроме торговых центров, просто мы осознали, что нужно попытаться сделать кафе в городе. Потом в 2010 году, сейчас я чуть-чуть в хронологии в собственной путаюсь, но мы в 2010 году первый раз приняли участие в выездном мероприятии, потому что у нас еще были внутренние вопросы. В самом начале мы все готовили действительно на точках и все время ломали голову про стандартизацию. То есть мы всю вот эту общепитовскую эволюцию проходили сами. Значит, нам нужны фабрики кухни. Окей, мы, значит, построили себе такое, мы построили небольшое помещение, 150 квадратов. Вот, потом, соответственно, будут делаться заготовки для того, чтобы развозиться по точкам. Окей, надо дозагрузить это предприятие. Появилась служба доставки. То есть, опять же, прошли через службу доставки. Соответственно, каким-то образом тоже себя диверсифицировали. Появилось, что этот бизнес может развиваться проще. Он очень сложный, пищевая доставка, потому что понятно, что если вы заказываете мобильный телефон, вам не важно, когда его привезут. Могут завтра, могут послезавтра. А еду вы заказываете в голодном состоянии. Все. Время критично, вкус критичен, все критично. То есть, это проблема, если коротко о ней сказать, но обороты там наращивать существенно проще. То есть, это не связано с постоянным строительством, как строительство объектов. Поэтому на какой-то момент она нас перекрыла, и в тот момент, мне кажется, 45% бизнеса могла быть доставкой. После этого нам стало очевидно, что нужно чуть-чуть сдвигаться с фудкортов, потому что это тоже определенный уровень, и мы чуть-чуть дороже многих стоили, потому что у нас чуть-чуть другой продукт, и мы поняли, что надо выходить в город. Так, в общем, появилось наше первое кафе, которое мы открыли на Павелецкой. Собственно, потом уже благодаря кафе на Павелецкой, которое мы делали с архитекторами, которые в тот момент занимались обновлением парка Горького, они говорят, а почему бы вам вот они нас познакомили, спасибо им большое, и, собственно, так мы появились в парке Горького. То есть, меня спрашивают, а какие чудеса, в чем секрет? Ну, вот как-то так, просто сначала походили, посмотрели, что нам в городе нравится, решили, что мы очень хотим построить вот это с этими ребятами. Они оказались суперадекватными и говорят, а вот парк Горького сейчас вот-вот будет замечательным, новым. А на тот момент, одиннадцатый год, он был еще вот тем, которого мы не знаем, который мы помним. Мы тоже находились в непонимании, но, собственно, так мы появились в парке Горького и попробовали еще один формат. То есть, мне как раз очень, я все время настаиваю на том, что надо равномерно развивать все форматы, и фудкорты, и стрит, вот это, уличные кафе, и, собственно, вот эту парковую историю, то есть, чтобы уметь управлять всем, что, в общем, мы стараемся делать. Ну, а форматы, количество форматов исчерпано, на твой взгляд? В принципе, вот для такой истории, о которой мы говорим сейчас. Ну, сейчас, опять же, я знаю, как все, что мы делаем, можно уместить в шесть квадратных метров, и мы говорим уже вот про эти павильоны, потому что, параллельно, мы, у нас франшизу начали с десятого года просить, и мы очень долго ее не давали, только вот сейчас это все начинается, потому что отдать много ума не надо, надо уметь контролировать и обслуживать, в том числе и продуктом. И в тот момент, когда и технологически по продуктам у нас все было, то есть вот сейчас мы отдаем, и мы понимаем, что мы можем отдать, там, хотите шесть, ну, шесть, вот стандартные, сколько они там, девять, двенадцать, шесть, ну, можем кафе, можем кафе на фудкорте, то есть мы обладаем экспертизой в этом во всем. Честно говоря, эти же самые шесть метров, как на них грамотно работать, я точно так же подсмотрел в Европе, вот, не очень давно. Ну и... Самый главный вопрос надо задать. А маржа-то хорошая? А цифры мы же договаривались. Хорошая, на самом деле, я обычно на этот вопрос так отвечаю, что стандартная, хорошая рентабельность ресторана должна быть порядка 25%, она у нас сейчас ниже. Подожди, 25%? Должна быть, должна, должна. У нас она сейчас меньше, я не буду ее называть, но я сразу скажу, что мы над этим работаем, потому что физически мы еще не имеем то критическое количество точек, потому что мы вкладывались в персонал, мы вкладывались в офис, который может это все обслуживать, то есть мы определено вложение в структуру, то есть до 20% мы ее в ближайшее время подтянем, и это будет очень хорошо. А у конкурентов не знаете? Ну, вот это же такая достаточно стандартная величина, вот как из учебников по менеджменту мы тут говорили, что там ресторан рентабельность 25-30, то есть я могу так сказать, что если хотите, там заведение в парке с большим трафиком может иметь рентабельность 50%, потому что мало персонала, огромный трафик, где-то доставка может иметь очень маленькую рентабельность, может иметь и 10% и ниже процентов, потому что очень много курьеров, большое количество костов на этом всем висит, вот, средний по больнице, ну, 20-25 должно быть. Здорово. Так вот, в сторону развития теперь давай. Да, в сторону развития. с франшизой вы, что называется, затеяли. Мы затеяли, мы зарегистрировали товарный знак на Украине, у нас просто в начале года я большое количество времени потратил, вот, мы ездили, там есть замечательные ребята, ресторанные практики, и вот они организовывают такие встречи, гастроли. Ну, как конференции, там большое количество московских ресторанов участвует, и я тоже с докладами выступал, и действительно много людей хотим, хотим, Украина хотела, вот, Казахстан хотел, честно говоря, даже в Финляндии, удивительно, но спрашивала. Вот, с франшизой понятно, как мы будем развиваться, и, конечно, меня интересует не только Россия, но и другие регионы, в частности Украина. Относительно каких-то дополнительных планов у меня есть определенные планы на ритейл, то есть, мне интересно, есть в разработке продукт для ритейла, поскольку он в разработке, ну, в общем, в планах, косвенно можно догадаться, что я имею в виду, да, это вот такое, то, что мы делаем, но для ритейла, и определенной производной. У меня есть кейтеринговая история, которую мы как-то делали под Новый год, по Назиан, в общем-то, и сейчас тоже собираемся активно развивать, потому что большое количество запросов на обслуживание мероприятий приходит, и понятно, что просят даже с меню Вокера, но у нас есть другое меню и кейтеринг, которое я называю там демократичный паназиатский кейтеринг, да? Да, я по поводу меню, это вот, наверное, самое время сейчас уточнить, а там помимо лапши-то еще что-то есть? Есть, безусловно, Я представил просто этот Новый год. Я сейчас говорю, что у нас есть отдельное меню по кейтерингу по Назиан... Ну, это понятно, прям вот сайт так называется, я вам покажу, потом там действительно меню кейтеринговое, и, конечно же, в меню кафе там есть и основное блюдо, которое лапша, потому что это наш фокус, о чем Вокер, Вокер это про лапшу, вот, у нас есть супы, традиционные паназиатские супы, то есть, у нас есть закуски, у нас есть десерт, у нас есть все, то есть, то, чтобы человек мог получить, как бы, полноценное питание, да, потому что, ну, есть проблема с тем, что вы продаете что-то одно, то есть, если вы хотите действительно работать максимально эффективно, вам нужно все интересы удовлетворять, то есть, у нас есть точно так же и там, комплексный обед, назовем его так, суперменю, ну, потому что, если к 5 дней в неделю к вам люди приходят, и они хотят питаться и за какие-то вменяемые деньги у вас нет такого предложения, вы проигрываете. Согласен. То есть, мы стараемся учитывать все интересы для того, чтобы, в общем, максимально... Здорово. Диверсифицировать. Ну, и там через пару, тройку, через 5 лет, вообще, как ты представляешь этот свой бизнес? Или, может быть, ты диверсифицируешься и купишь какую-нибудь скважинку, какую-то нефтяносную? Ну, вряд ли, потому что мне это не очень интересно. Мне, если честно, интересно делать что-то полезное людям. Я вот, ну, правда, то есть, я получаю огромное удовольствие, когда читаю, что людям это нравится. То есть, когда я читаю, что людям это не нравится, я, то есть, не ухожу плакать в угол, я, честно говоря, стараюсь с этим разбираться. Почему? У нас определенная система, как мы работаем с рекламациями, существует, это позволяет нам балансировать, да, потому что, если отворачиваться от людей, ну, то, то, что мы обсуждали, ты, конечно, в лету. из ресторанов и бизнеса, ты все-таки покажешь. у меня есть определенные идеи найти на ресторанную тему, которую я буду развивать. Мне кажется, что проект Walker, он вполне может быть проектом федерального масштаба, ну, частично по франшизе, частично своим образом мы об этом думаем. То есть, сейчас мы развиваемся из оборотных средств, и, вот, до сих пор, извините, ничего ниоткуда не доставали. все деньги, вот, пять лет, они как были в бизнесе, так и есть, они крутятся и крутятся. Леша, спасибо огромное, успехов в твоем бизнесе. Спасибо большое. Спасибо. Алексей Гисак, основатель сети кафе Walker, один из основателей, был сегодня в студии, Татьяна Гурова со мной, всего хорошего, спасибо, уважаемые слушатели за внимание, успехов в бизнесе. Спасибо большое, до свидания.